В Черноморске едва не линчевали водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе. Мужчина наехал на пятилетнюю туристку из Львова и попытался скрыться. Очевидцы гонщика поймали. Разъяренные люди ставили водителя на колени и даже грозили пистолетом. Чем закончился самосуд и в каком состоянии пострадавший ребенок, знает наш Константин Гак. Черноморск. Аматорская съемка. На обочине дороги толпа пинает водителя. Гонщик только что сбил маленькую девочку прямо на переходе. Мужчину валят на землю, угрожают пистолетом. Сбив девочку, мужчина скрутил номера, затем стал убегать на машине. Очевидцы пешком догнали его на этом месте и прямо на ходу заглушили авто. Мама девочки рассказывает, дочку зовут Алиной. Семья приехала отдохнуть на море из Львова. Мы с дочкой шли прощаться с морем. В последний день на отпочинку. И на пешеходном переходе, подчас того, как мы переходили дорогу, одна машина остановилась. Мы смело переходили и с правого боку наехала на нас машина черного коля. После аварии у Алины и ее мамы, конечно, шок. К тому же у девочки перелом ноги и травма головы. Было обнаружено ушебняки тканей в песочной области слева. Сделаны рентгенограммы, потому что жалобы были еще на боли в области левого колерного сустава. На рентгеном снимком обнаружен перелом медиального мышчика большебрецовой кости без смещения. Лекарь сказали, что сейчас не появится никакие ускорения, травма на голове. Сейчас нет никакого, но может быть через месяц-два и могут быть серьезные проблемы, потому что это удар в голову. Что касается водителя, правоохранители буквально спасли его от самосуда. Как выяснилось, мужчина-гражданин Грузии. Ехал на Тойоте с болгарскими номерами. За наезд на ребенка ему грозит до трех лет тюрьмы. Он находится в отделении уголовного розыска, проверяется и удостоверяется его личность, так как на момент совершения преступления у него отступили документы, подтверждающие его личность. Со слов он является грузином, проживает якобы здесь временно со своей супругой. В то же время стражи порядка ищут и народных мстителей. Размахивать оружием посреди улицы так же незаконно, как давить детей, говорят в полиции.